но он добрый вечер я из украины вы откуда мы сказали не из россии его вы татар или нет прикольно прикольно оба обе как вас правильно назвать девушка тоже татарка или нет что что не услышал ну ладно ну ты татарин ладно без разницы прикольно слушать я татарский знаете блин вот транса вообще не слышно честно говоря можно поближе а знаешь как свобода будет на татарском а на переднем плане не братишка не знаю были на почему-то татарам не нужна свобода ну если бы по твоей логике идти то дохрена нам что не надо если мы слов не знаем татарских нет подожди я про концепцию спрашиваю то есть какое-то слово понятно что можно не знать ну 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 продолжай свою мысль моя мысль ладно скажи пожалуйста но знаешь ли ты историю вот как татарстан попал ну нынешнюю территорию российской федерации стой стой тормозни тормозни подожди как казань попала в россии татарстан тарстан тарстан попал состав россии да ты про то время когда иван грозный вот это вот сюда крестил наших это так называешь ну типа ладно ладно тебе виднее окей но нет он принудительно татар крестил да но сначала он их вырезал то есть там не было такого что я пришел вас крестить сейчас буду там это не так работал да да я прекрасно понимаю чем но ты понимаешь что было сопротивление до татара типа татары не звали такие типа приди кристина с такого снегу согласен естественно конечно вот то есть сопротивление было просто они проиграли скажем так вот и как ты думаешь вот если сейчас а там там сделать машину времени и вот прислать там татару тех которые сопротивлялись в тебе либо тебя к ним и спросить вот типа вот если бы показать вот типа современные татары которые даже не знают как будет слово свобода как бы они к тебе отнеслись смысле как бы они ко мне отнеслись в прямом смысле вот у них спросить вот типа вот есть татарин из будущего который даже не знает как на татарском будет свобода как вы к этому относитесь вот как бы они ответили что думаешь естественно мои предки были бы ужасом негодование почему но смотри сейчас по истории раз ты настолько силен посмотри секунду я не про историю говорю я не про историю как таковую спрашиваю в целом про мысли люди про то как мои предки охуели бы происходящее да 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 вот но почему современные татары элементарного не знают они говорят что мы татары но мы даже язык не знаем а что в тебе говорит о том что ты татарин татарской кровь не кровь это проект нас больше я все про национально спрашивает не чески ну ты вряд ли уже татарин потому что нужно все столько раз перемешалось сейчас найти там конкретный геном там чтобы это были только такие то там где-то какие-то отдаленные племена которые хуй пойми где и так дальше это вряд ли сейчас такое найдешь а твою национальность то есть то кому ты себя предчислаешь это вот в твоей голове и ты сказал я татарин что в тебе кроме твоих слов говорит о том что ты татарин внешность может не знаю не знаю у тебя обычная внешность но где-то вот в ряд поставить я там конечно штангеля мерять не буду знаешь там был один который по внешности определял ты хочешь сказать если я не знаю татарского языка всех слов то значит я ничего не хочу сказать это твои слова были ты говоришь я татар вот смотри я страницу потому что я соблюдаю там культуру я знаю традиции я знаю язык есть некоторые критерии на основании которых я могу себя причислять а ты говоришь я татарин ну вот я прошу чтоб ты сказала почему я с них ты не знаешь что то может есть что-то еще что тебя объединяет с татарами географическое расположение моего дома не ну подожди ты вот казани живешь в казань кто угодно может приехать ты можешь сказать когда не поехать в москву и поездки приедешь в москву то ты типа уже не татарин будешь красиво красавчик ну не знаю как тебе объяснить мусульманство в чечне уедет там даже мусульмане и что взгляд на жизнь наше отношение к жизни а может что-нибудь конкретное взгляды у татар какой-то особенный взгляд на жизнь ну смотри если взять допустим русских да не давай татар подожди мы про татар сейчас говорим я не хочу брать русских русские кстати это не национальность у них нет своего государства ты подготовлены парень давай про татар давай про татар и конкретно про тебя про конкретного татарин интересно давай ладно не будем тебя сильно этот разберись там для себя понимать мне не надо мне интересно как вот вы сами мыслите слушай а без негатива это реально транс или нет серьезно без шуток а ты публично об этом говоришь сейчас рулетки на понятно а на улице там дрот финики знают и как люди к этому относятся дружицу в youtube не залетим я надеюсь залетить такого нет вас вас пока нет за что сажать причем сажать не в лучшем состоянии ты просто меня встретишь со мной ты сам сюда зашел я тебя не тянул за руку ты прав ты прав согласен с тобой игру просто не в лучшем состоянии ты меня застав чтобы со мной конструктивный диалог какой-то провести хорошо хочешь можем похуй сосить друг друга ты пидор парил мы либо конструктивно либо не конструктивно сам выбирать я хочу поговорить мне вот интересно как относится к трансам на россии когда ваш раз это в youtube улице дурочек не будем вести но мы на трансляции сидим типа шоу шоу мне сделать я понял никто ничего не сделал я говорю мне что сделать ты говоришь на youtube не будем нести это не транс мы татары потому что нам это нравится отчего зачем она себя трансом называете чем прикол шутка тебе такая подарок неплохой конечно у вас ровно россии нет подкинь какую-нибудь идейку как поржать как приколся здесь можно поржать поприколаться выбираешь россиян и спрашиваешь у них сколько будет 13 процентов от то есть если на украине позвонить то там все за сколько не знаю не знаю я с россиянами общаюсь не знаю слушай ну ладно давай ты знаешь что мы на трансляции я все равно хочу задать этот вопрос как относитесь к войне россии против украины как относился ну так понимаешь на поддерживаете ли не поддерживать кто-то карманы набивает простой народ страдает как обычно слушай секунду извини перебиваю а вы ему ты мусульманин да слушайте ладно тогда такой вопрос там есть израиль и и пластилина что думаете на этот счет или на до государства такого нету это там какие-то обогутся напали государство нету не подожди я на сайт он специально зашел там есть на заходишь на сайт и там есть первая строка государства участники заходу еще пластилина такого нету я проверял листины нет его перестали государству плюс его никогда не считают перестать можно если это было его не был ну вот возьмем девушки телефон проверьте пока мы сидим да нет я тебе верю зачем я вижу что ты розированный парень так они могут быть пиздоболом никогда на слова не верю тут тоже согласен но я же сюда зашел не чтобы развиваться ну ладно ладно это такое как это сейчас вот израиль палестина что думаешь кто правда не про 10 летний конфликт в которыми кажется нет если разбираться до пиздец устроили они на это кто не будет полистинка как вас сук не палестинец хамас да на хамасов то такой ответ меня устраивает тогда теперь возвращаемся в украине это был полный пиздец а то что там сейчас происходит это давно назревало просто все красиво было отыграно до 2006 году вроде бы израиль вывел свои войска забрал оттуда евреев там даже евреев насильно выселяли чтобы все палестинцам этим оставить построили им там огромную больницу все оставили передавали туда бабки передавали гуманитарку снабжали их там полностью вода продовольствия топлива все туда все туда все туда а потом эти знаешь там укусили кормящую руку а теперь как бы а кто ж знал кто знал да никто не знал понял ну давай тогда про украину что думать в целом пиздец творится славяне славяне как американцы не славянец как антирации цена словил подожди мы же братский народ мы все в одной стране живем подожди кто тюрки и славяне братский народ а ты хочешь сказать нет вот это не законный поворот сезвы ладно расскажи про братскость тюрков и славян и наукры тоже братский народ для вас дожди финнов суда не суть мы сейчас разговариваем про мусульман и славян подожди мусульмане здесь причем у тебя все в голове перемешалось славяне знать что кто такие славяне на россии много кто не знает я могу там сказать это без негатив славяне это раньше была этно языковая группа сейчас это не этно а просто языковая группа поляки украинцы болгары русские белорусы чехи вроде бы хотя чехи может быть нет не знаю но типа вот это вот все это славяне это по языковому принципу есть тюрки есть финно-угры это по языковому принципу потому что это сейчас запал мы до этого обсуждали это потому что сейчас уже все поперемешалось языковая группа понимаешь типа общие корни там есть общие слова вот что это такое вот кто такие славяне ты потом проверь обязательно удивишься потому что многие рассказывают про славян и даже не знаю кто это да я думал славяне те кто у нас на древней руси жили на древней руси жили племена не славян понимаешь ты все мешаешь ты сказал мусульмане мусульмане это про религию если говорить украинцы то это может украинцы русские это может быть национальности либо украинцы еще есть по гражданскому принципу еще и славяне там а тюрки по языковому принципу ты все мешает в кучу то что не мешается ты говоришь что лучше красная или квадратная но она несопоставима это разные вещи интересно было с тобой в нормальном состоянии пообщаться а ты накурил или пьяный запомню я в нетрезвом состоянии понял понял вот и красавчик эрудированный парень молодец жалко что ну не не хочу негативить лучше всем проверить потому что я знаешь очень много общаюсь с россиянами и вы все очень глупо выглядеть вот вы используете слова значение которым не знаете но это правда очень странно вроде бы взрослые люди вроде бы должны ну знаешь когда мы говорим одно и то же слово мы должны одинаково понимать отдавать отчет своему базару ну базар тут не было базар но я в целом про слова ну ты так просто сказал мусульмане славяне это вообще разное понимаешь это из разных сторон вообще абсолютно типа красная и квадратная ну она несравнимо нет это про братские народы и братские народы вообще это придумали в советском союзе для того чтобы объединить всех тех людей которые никак не объединялись когда захватывали народы которые туда не хотели их силы захватывали также как вас иван грозный захватил люди не хотят но их захватывают и чтобы как-то это все держалось чтобы этот ебучий советский союз как-то существовал и жил придумывали вот эти вот братские народы которых по факту нет как только советский союз распался все никакие братские народов нету все распались ну там на россии еще есть притесняемые народы например тот же татарстан и татары ну я надеюсь перспективе это изменится конечно конечно чего притесну подожди как это почему ну например если про тот же язык говорить ну вот в татарстане есть хоть одна одна школа где полностью можно пройти образование средняя подчеркиваю на татарском языке серьезно смотри я тебе по секрету скажу я не имею в виду что где то есть школа где есть отдельный урок татарского языка от ситуации в целом где ты можешь у вас как называется не за ну у нас это данного называется а егэ егэ вот у вас егэ можно знать на татарском языке полностью да 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 ты полностью среднее образование получаешь на татарском а потом егэ сдаешь на татарском и ты получаешь бумажку о том что у тебя закончена среднее образование у вас такой есть по поводу егэ я снести не могу но вот я знаю уже с бетон то что у нас вот рядом со мной есть школа гимназия татарская там и учебники на татарском и учителя разговаривают математику на татарском преподают физика они потом егэ сдают честно да ну смотри школьник учит математику на татарском а потом приходит сдавать егэ ну как он будет сдавать егэ если она не на татарском а на русском будет как там являлся в этот вопрос конечно конечно то есть у нас только на русском не гадаю ты там записываешь а потом проверят подожди а если дагестанцев чеченцев взять они тоже на русском сега сдают получается да но чечня ты правильно подметил течня это единственный регион где за язык борются там знают ну чеченский лучше ну там на чеченском люди тебе ответят как свобода на русском могут не знать понимаешь то чечня это немножко отдельной ситуации кстати знаешь не знаешь у вас 92 году проводили референдум о подделении где 9 63 процента татар проголосовала за независимость ты в курсе об этом слышал потом в девяносто четвертом вы подписали федеративный договор и типа официально вошли в состав россии а чечня до сих пор не подписал прочит что они до сих пор подписали не слышал но тогда очень интересно все произошло тогда наш президент нашей республики владимиром владимировичем путиным очень интересно и очень приятно друг для друга тогда 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 не было путин это чего девяносто четвертый год можно всегда будет говорить и не ошибешься на я знаю то что на правительство нашей республики договорилась правительством россии а потом уже наш президент с путиным обусловились то что татарстана идет 60 80 процентов голосов за единую россию и татарстан прекрасно великолепно живет демократия так сказать да ну если это можно назвать так президент всего лишь пять с половиной строков сидит ну хотя по конституции 2 но звучит демократично на самом деле ну знаешь россия страна дураков здесь нужен царь вот пока есть татары которые вот так вот говорят вы всегда будете не знать что такое свобода назад это бред нельзя так говорить это поколение наших родителей поколение их родителей так будет лучше чем твоя проблема смысле прямо быть лучше наших родителей конечно наша моя обязанность я с тобой целиком полностью согласен но пока есть их поколение поколение дураков россии точно не уйдет слушая как ты вообще ну смотри мы на трансляции я тебе уже говорил ну ты бы как-то так тебе вопрос задать чтоб тебя на бутылку не посадили но интересно твое мнение как ты считаешь вообще ну должны должно ли быть у татар право на самоопределение вот так вот спрошу онду не переживай но бутылку меня точно никто не посадит отлично погнали задавай спрашиваю татарстан должен быть свободны честно ну твое мнение твое мое мнение татарстан прекрасно себя чувствует под спонсорством москвы секунду вот сейчас вот сейчас максимально не понял москва спонсор татарстана ну если быть групп грубо говоря если грубо говоря то примером тогда смотри я может немножко сейчас дурак но если они ошибаются у вас вроде бы самые крупные знали день вы их выкачиваете отправляете на продажу деньги поступают москву а москва вам отдает часть правильно или я в чем-то ошибаюсь нет ты прав так тогда не понял смотри если мы уберем вот эту вот прокладку виде москвы разве вы не будете больше получать но разве не под большей угрозой мы окажемся как маленькое государство смотри я тебе приведу прекрасный пример максимально маленького и максимально богатого государства она называется королевство катар и если на каждый посмотрит катар катар рядом с аудовской аравии дубаи это такой просто небольшой такой отросточек от саудовской аравии это государство топ-1 по залежам газ ну почему-то никто не нападает почему-то никому она не надо хотя там газа еще больше и добывать еще проще а татарстан почему-то будут нападать и захватывать не понял сейчас ну думаешь не был а зачем зачем подожди но в 2024 году более выгодно торговать чем нападать а ну а почему так почему тогда все эти войны происходят какие подожди алло ты куда-то пошел у тебя с интернетом приколы алло тебя не слышно секунду вернись алло